Хорошая погода даже? Да, вообще класс! Ой, фонтанчик! Нет монетки подбросили бы? О, у нас еще целых полчаса есть, прогуляемся и в киношку пойдем. Ну да. Вот черт, Артем звонит, блин. Алло. Так, мелкие, куда вы там делись? Вы же помните, что у вас завтра последний в школе, который ни в коем случае нельзя пропускать? Ага. Родители, кстати, поручили мне проконтролировать это, чтобы вы там ничего не выдумали. Ладно, ладно. Ой, черт. Завтра же последний день учебы? Я, честно говоря, вообще не хочу туда идти. А Артем говорит, что ни в коем случае нельзя пропускать. Но мы-то сделаем все, что пропустить завтрашний день. Точно. Катя, ты готова, стой. Да блин. Катя, Катя, давай, короче, сделаем так. Ты сейчас упадешь и сделаешь нит, как будто тебе больно. Зачем? Да как зачем? Ты что, реально не понимаешь? Чтоб мы завтра в школу не пошли. Точно, поняла. Ай, как больно. Моя нога болит. Ну блин. Ай-яй-яй. Что случилось? Да мы просто играли, играли. Короче, просто играли. И вдруг Катя упала. И вот, кажется, ногу сломала. Да. Так, надо приложить холодное. Кажется, поверила. Ага. Бедная Катя. Так, где? И здесь, и здесь. Больно? Да. Сильно? Да, мне теперь в школу завтра не получится. Ага, и я не смогу пойти. Ну кто-то же должен за ней присматривать. Угу. Давай я сейчас выпью воду, а ты громко начнешь говорить, что эта вода была не кипяченая, и ты ее набрала, чтобы полить цветочки. После этого я буду притворяться, якобы у меня болит живот. И так мы с тобой завтра не пойдем в школу. Окей, давай. Ты что наделала? Ты зачем выпила эту воду? Она же не кипяченая. Что же нам теперь делать? Да что у вас опять случилось? Да Тома выпила воду, а я ее для цветочков поставила. Она не кипяченая была. Ой, бедненький мой живот. Как он болит, ой-ой-ой. Наверное, завтра в школу я не пойду. Не оклемаюсь до этого времени. Ой-ой-ой. Ничего не выйдет. Вот тебе специально лекарство от живота. Выпьешь и все пройдет. Вот черта, не прокатило. Сейчас я нарисую на тебе ветрянку. А она же заразная. Так что мы завтра обе не пойдем в школу. Ага. Вы что это там притихли? Давайте спускайтесь вниз. Телек вместе посмотрим. Ну что, погнали? Артем, у нас плохие новости. Телек, быстрее. У Кати ветрянка. Так, с утра же нормально все было. Да, вот так вот и бывает. У меня, по-моему, тоже уже ветрянка начинается. Как рука чешется. Так что завтра мы в школу не пойдем. Не будем же мы их всех заражать. Так, стоп-стоп. Что-то не сильно на ветрянку похоже. Хм, все понятно. Со мной-то не прокатит. Не на того нарвались. А, черт путем. Не сработало. Это самый действенный способ. Сейчас ты притворишься, что у тебя температура. И мы точно будем... Вот так, улба, держи. И мы точно будем сидеть дома. Так. Давай, давай. Так, мне тоже надо щечки нарисовать. Давай. Ага, вроде бы нормально. Пощупай лоб. Нормально, давай. Артем, иди сюда. А у меня нормальный? Да. Все, отлично. Что случилось? У Кати сильный жар. Только не говорите, что вы съели все мороженое в доме и теперь заболели. Пока заболела только Катя. Ну, по-моему, я тоже уже становлюсь горячее. Да с вами одни проблемы. Когда уже эти каникулы начнутся? Слушай, а что если сказать Артему, что ты потерялась? Ты пойдешь, спрячешься, а я позвоню и скажу, что Тома пропала. Катя, точно. Давай так и сделаем. Давай. Ну что, я пошла теряться, а ты звони Артему. Да, супер. Алло. Алло. Артем, Тома потерялась. Да как, как? Ну, мы гуляли, и она пропала. Ёлки-палки. Да я не знаю, что делать. Да в парке я. Приходи быстрей. Есть. Кажется, поверил. Что случилось? Где это произошло? Давай рассказывай. Да что, что, что случилось? Пропала она. Все. Не знаю, надо быстрее ее искать. Мы гуляли, гуляли. И раз, ее нет. Надо скорее ее найти, чтобы к вечеру успеть. Эх, мелкий, вечно с вами что-то происходит. А еще у нас завтра последний день учебы. Нам его никак пропускать нельзя. Эх, ладно, погнали мы ее искать. Что делать? Вот что делать? У бабушки ее нет. У подруг ее нет. Вот где нам ее сейчас искать? Я просто не понимаю. Да никуда она не денется, не переживай. Сейчас только ваши классные позвоню. Скажу, что вы не придете завтра. Алло. Ольга Валерьевна, тут такое дело. Ольга Валерьевна, девочек завтра не будет. Да, да, ага. И вам хороших летних каникул. До свидания. О, Кать, а ты что, дома что ли? Ну да, я что-то гуляла, у меня голова разболелась. Я решила домой прийти отдохнуть, поспать. Это не важно. Прикинь, Артем позвонил нашей классной и сказал, что мы завтра не идем. Реально сработало, что ли? Да. Нифига, давай пять. Ну все, лето началось, пойдем мороженое кить. Погнали. Да где эта мелочь? Куда они опять пропали? Артем, Артем, мы здесь. Помоги, вытащи нас, мы застряли. Мы застряли. Вытаскивай нас отсюда. Елки-палки. Так вы изнутри закрылись. Откройте замок и выйдите. Да ничего мы не закрывали, мы застряли, говорим же. Да конечно, я вам не верю. Веришь или не веришь, но выйти отсюда мы не можем, хотя очень хотим есть и пить. Ага, а еще вам завтра в школу нужно срочно. Вот что с вами делать, а? Ладно, я вас сейчас вытащу. Кажется, за инструментами пошел. Ну мы-то знаем, что у него ничего не получится. Ничего не получается. Не могу я вас оттуда вытащить. Мы так хотели пойти в школу. Эх, ну ладно, придется пропустить последний денек. Хе-хе-хе, не хватит. Его нет, идиот. Так куда они делись? Опять меня провели. Все очень просто. Замачиваем нашу школьную форму и зовем Артема. Так, а ну помогай мне. Обалдеть, как круто. Все, давай, зови. Артем, иди сюда, смотри, что тут случилось. Что случилось? Мама замочила нашу школьную форму, а постирать, видимо, забыла. Теперь в школу мы не пойдем. Ну что ж, повезло вам. Последний день школы, можно и в обычной одежде пойти. Это не честно. Ну что, есть идея? Да, есть. Точно, придумала. Короче, сделаем вид, что тебя укусила оса в щеку. И она очень сильно раздулась. Ну и, конечно же, тебя оставят дома. Ну а кто за тобой будет присматривать? Естественно, я. И мы вместе будем сидеть дома. Ничего себе у тебя воображение. А теперь раздуем тебе щеку. Ну что, так нормально? Отлично. Пойдем покажем Артему. Артем, Артем. Что случилось? Катя, оса ужалю. Смотри, как щеку раздуло. Ого. Вот вечно с вами что-то случается. Вам лишь бы в школу не пойти. Но мы же не виноваты. Это все оса. Так что завтра в школу мы не пойдем. В смысле мы? А ты чего? Ну, я буду ухаживать за Катей. Знаешь, как ей трудно сейчас. И грустно, и больно. Пойдем. Быстрее. Пока лишних вопросов не задам. Малявки запарили. Сейчас я сделаю вид, что я ослепла. А ты мне подыгрывай. На, держи фонарик. И говори, что ты не хотела, чтобы так получилось. Ага, хорошо. Давай. Зачем ты мне посветила таким ярким фонариком прямо в глаза? Я теперь ничего не вижу. Катя, все из-за тебя. Катя, ничего не вижу. Что мне теперь делать? Что за крики? Что опять у вас случилось? Артем, плохие новости. Тома ослепла. Опять 25? Что? Как это произошло? Да мы просто играли. Я посветила Томе фонариком в лицо. О, и вот пошла какая-то странная реакция. Она теперь ничего не видит. Если вы меня сейчас не дурите, то это очень-очень плохо. Я сейчас попробую позвонить врачу. Надеюсь, ты дозвонишься до врача, и он поможет вернуть мне зрение. Я так хочу вас увидеть. Я вас так люблю. Черт, что-то он не отвечает. А может попробовать опять ей посветить в глаза фонариком, и может зрение обернется? Вряд ли, но попробовать можно. Да где? А вот. Ну что, ты что-нибудь видишь? Нет. У меня такое чувство, будто я нахожусь в темной-темной пещере. Бедная Томочка. Так, ладно, собирайтесь, сейчас поедем в больницу. Завтра в школу не пойдем. Главное, в больнице держись до последнего. Конечно. Надеюсь, все сработает. Главное, ну что, есть у тебя еще идеи? Есть. Сейчас ты будешь резать помидорчики и огурчики. Сделаешь вид, что порезалось. Ай, тихо, ай, тихо, ай, тихо, ай, тихо, супер. И намажешь кетчуп на палец. Типа, крой. Да. Давай. Так, ну в общем, мы тут режем, режем помидорчик. Режем. Ой, палец порезала. Ой-ой-ой, как больно. Еще, еще, еще. Типа, все. Ой, как много крови. А-а-а. Что-то Артем не реагирует. Пойду позову его. Иди, иди, я тут кровью обливаюсь. Артем, Артем, иди сюда, скорей. У нас ЧП. Да вы мне надоели. Какое еще ЧП? Что произошло? Я, я, я резала помидор и палец себе отрезала. Ну, во-первых, ты его не отрезала, а порезала. Во-вторых, ты вечно куда-то спешишь. В-третьих, Катя, неси пластырь. Придется завтра школу пропустить. Не переживай. Завтра последний день в школе. Писать вы ничего не будете. Сейчас заклеишь палец пластырем, и все. Так что не переживай. И не вздумайте мне завтра не идти в школу. Кать, ты слышала? Да-да, я слышала. Все, перевяжите палец, и все нормально будет. Хотя литературу на лето диктовать будут. Ну ладно, я запишу. Будешь? Не. О, а давай Артему скажем, что я выпила просроченное молоко. А как мы это сделаем? Да просто поменяем дату на упаковке. Ну, давай. Как будто так и было. Катя, ну ты что, не могла посмотреть на упаковке? Молоко просроченное. Ты почему такая невнимательная? Что нам теперь с тобой делать? Я не знаю, но пока что у меня живот не болит. Это пока что сразу ничего не бывает. Артем, иди сюда, у нас опять ЧП. Ну что на этот раз? Да Катя выпила просроченное молоко. Говорит, пока живот не болит. Я даже не знаю, что делать в такой ситуации. Как быть? Завтра тем более в школу идти, последний день все-таки. А с чего вы взяли, что оно просроченное? Так вот, посмотри, уже две недели как просроченное. И что оно, в холодильнике лежало? Ну да, не знаю, может его забыли выбросить. Короче, я сам его вчера пил, и все было в порядке. С тобой будет точно так же. Черт, кажется ей плохо. Давай, Кать, быстро в туалет. Давай, давай. Синки там. Может с тобой ничего не случилось? А у Кати организм нежный. Ну ты же понимаешь, к Кате просроченные продукты не подходят. Поэтому сестру я одну дома не оставлю. А вдруг ей еще хуже станет? Нет, Кате нужен уход. В школу мы завтра не пойдем. Делайте, что хотите. Йос. Катя, Катя, выходи. Сработало. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok